На этом аккордеоне Львира Крупина играет уже 17 лет. Говорит, что сколько себя помнит, всегда занималась музыкой. Раньше работала с детьми, а сегодня руководит хором ветеранов Волжанка. Ей уже 78, а она продолжает выступать на сцене, давая фору молодым. В чем секрет вот этого долголетия? В любви к людям, к искусству, к музыке, к инструменту. На гала-концерте 32 номера, лауреата фестиваля «Балкыш». Это хоровые коллективы, ансамбли, сольные исполнители и другие. Пятый гала-концерт посвятили столетию комсомола. Оттого и тематика многих номеров. В гала-концерте фестиваля «Балкыш» принимают участие более 400 человек. Участники на своем примере доказывают, что старость не повод сидеть дома и вести размеренный образ жизни. Они поют, танцуют, играют на инструментах, забывая о годах. «Балкыш» востребован, потому что на вашей инициативе родился. Мы чувствовали, что люди третьего возраста, люди жилого возраста, если можно так сказать, имеют запас энергии, запас воспитания, ну и талант свой. Все номера настолько яркие и колоритные, что зрителям просто не усидеть на месте. Здесь и русские, и татары, и чуваши, и мордва. Наши дети в городе уже забывают свой язык, на своем языке не разговаривают. А это же вот сейчас, конечно, благодаря культуре снова стали возрождаться вот эти обряды. Фестиваль «Балкыш» проходит при поддержке президента Татарстана. В этом году он объединил свыше 20 тысяч пенсионеров республики. Зарина Ахметова, Александр Лобанов, ТНВ «Казань». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова